Всем привет! Вы находитесь на канале Вот о Чём. Этот ролик завершает серию роликов, посвященных потомкам. И по уже устоявшейся традиции я расскажу вам о четверых потомках, вкратце поведаю вам их биографию, а также выскажу о них своё субъективное мнение. Данный ролик является сугубо развлекательным контентом и не содержит в себе практических знаний по игре The First Descendant. А теперь давайте начинать! Первой в нашей четверке потомков идёт Шерон. Шерон, убийца из теней. Боевая киберстелс-вайфу, которую хромировали по самые помидоры. Чтобы разобраться в том, с чего вдруг Шерон приспичила поменять свои булки с мясом на булки с хромом, нужно рассказать её историю с самого начала. Ведь до того, как превратиться в киборга, Шерон уже была достаточно крутой. Причём настолько крутой, что все жители Альбиона единогласно признали Шерон самым сильным человеком-непотомком. Ведь Шерон убила больше валгусов, чем все потомки вместе взятые. Я охуенная, и это факт. Хочешь как я, ты не сможешь так. Без пиздежа разъебала их дважды. Трижды, дважды, охуял каждый. Кто-то даже предполагал, что Шерон вполне способна убить самого Карелла. И было за что, он и так людей за людей не читает, а про потомков у него вообще отдельное мнение. Вы кретины носите стринги и смеётесь надо мной? Ну вы меня достали, я всем вам покажу. Но, к сожалению, не важно, насколько крута Шерон. На тот момент она точно не смогла бы победить Карелла. Потому что Карелл у нас является мастером удушающего захвата. Из которого даже ОМОН не смог вырваться. А у ОМОНа четыре руки, между прочим. ЛАХ! Но Шерон была начхать на подобные пересуды, ведь она была занята серьёзными делами. Потому что Шерон, между прочим, является самым крутым агентом, а по совместительству и командиром, в секретной организации под названием Колонн. Но этих долб***ов, у которых фетиш на циферке и на колонны. Кодовым именем Шерон в этой организации была цифра 0. И, как уже было сказано, этот 0 вместе со своими напарниками уничтожал Валгуса в промышленных масштабах. ВАЙ! УБИВАЙ! 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 И убивали их в количествах гораздо больших, нежели Шерон со своими напарниками убивала Валгусов. После чего технично давали по съёмам, не оставляя никаких следов. Разумеется, Шерон страшно мстила Валгусам за такое поведение. И такое своеобразное мерение письками между Шерон и Валгусами на тему того, кто кого больше убьёт, длилось достаточно долгое время. Твой тайный клуб хуйня! Это твой тайный клуб хуйня! Но однажды Шерон улыбнулась удачей, и она выяснила, где скрывается очень важный главак Валгусов. Наконец-то, достойный соперник, наше сражение станет легендарным! По плану Шерон, вместе с её корешами из колонн, должна была просто обнаружить этого главака и вызвать отряд потомков, чтобы они с ним разобрались. Но вместо этого Шерон послала план нахрен, и решила выйти против главака раз на раз, оставив своих любителей цифр ждать в засаде. Начался эпичнейший замес, но в отличии от Шерон, главак Валгусов решил не колотить понты и сразу позвал на помощь. И не кого-нибудь, а тех самых Валгусов-убийц, которые так сильно задрачивали Шерон. Они атаковали как саму Шерон, так и её отряд, который до сих пор сидел в засаде. В результате Шерон не справилась с ситуацией, и её порубили на куски. Буквально. Валгусы отрубили ей руки и ноги. Эмоционал дамэдж! Сами понимаете, что после такой операции по сокращению мышечной массы Шерон, её шансы на выживание были равны нулю. Но на её счастье, прямо перед её обрезанной тушкой материализовался агент под кодовым именем 17. Кстати, вот он. Он увидел, что его начальница находится в абсолютно беспомощном положении, и решил воспользоваться ситуацией. Он зашвырнул тушку Шерон себе на плечо и со всех ног дал дёру с поля боя. И нужно похвалить скоростные характеристики агента 17, ведь он сумел доставить Шерон в больничку до того, как она окочурилась. Увидев, во что Валгусы превратили Шерон, врачи малость подофигели. И не придумали ничего лучше, как поместить всё, что осталось от Шерон в искусственное тело со встроенным архоприводом. Данная технология была разработана специально для потомков, которые могли утратить конечности на поле боя. Но одно дело пришить потомку искусственную руку или ногу, а другое заменить его тело почти целиком. Тем более, что на тот момент так и не было окончательно ясно, является ли Шерон потомком. Но о гуманности речи не шло, ведь это был её единственный шанс на выживание, поэтому никто рассусоливать долго не стал. И на счастье Шерон оказалось, что она действительно является потомком. Только благодаря этому она и выжила. Импланты, которые в неё понапихали, не просто удачно интегрировались, они начали срастаться с её телом. Ведь ошмётки тела Шерон начали регенерировать, покрывая импланты оболочкой из кольпера. Причём тех имплантов, которые понапихали в Шерон изначально, ей потом станет мало. И она начнет требовать от магистров больше улучшений для своего кибертела. И всё бы ничего, но есть одно но. В своём нынешнем обличье киборга Шерон испытывает постоянную острую боль. Разумеется, с этим можно было бы что-то сделать. Но Шерон сама попросила, чтобы учёные и врачи ничего с этим не делали. Якобы боль отлично её стимулирует. Ну, проще говоря, Шерон подалась в ВДСМ. Кое-как привыкнув к своему новому телу, Шерон незамедлительно вернулась к оперативной работе. Ведь ей нужно было срочно разыскать и ликвидировать того самого главака Валгусов, которого она так и не смогла убить. Только тогда осуществится её страшная месть. А теперь поговорим о Шерон как о играбельном персонаже. И тут всё довольно однозначно. Дело в том, что Шерон входит в то число потомков, которые попадают под категорию must-have. Это те потомки, благодаря которым вы значительно упрощаете себе геймплей. Любители постоять за оранжевым забором не дадут мне соврать. Поэтому игроков, использующих Шерон в игре просто навалом. И я, разумеется, вхожу в их число. И использую свою Шерон буквально на всех видах миссий, а также хожу с ней на колоссов. И данная хромированная вайфу показывает себя просто превосходно в любой ситуации. Поэтому Шерон абсолютно заслуженно получает от меня большой тяжеловесный и хромированный лайк. А мы переходим к следующему потомку. А следующим потомком у нас является Кайл. Кайл, повелитель магнетизма. Он же по совместительству является моей подопытной морской свинкой. Почему так? Потому что, экспериментируя с билдами для Кайла, я впихнул в него аж целых 18 катализаторов кристаллизации. Благо, The First Descendant позволяет заниматься подобными извращениями. А теперь поговорим о предыстории Кайла. Она на самом деле довольно простая. До того, как стать потомком, Кайл служил в строительном корпусе Альбиона. И возводил многочисленные пограничные заставы и стены для защиты от валгусов. Какого терта? Как только тесный китаец начинает строить стену, сразу набегают тупые монголы и ломают его стену. Причем он был не простым рабочим, а капитаном. Идите сюда. Начальник. И руководил одним и тем же отрядом рабочих на протяжении 10 лет. Коллектив под его руководством был настолько дружным, что они все стали как одна семья. У меня нет друзей. Только семья. Самым крутым проектом, над которым удалось потрудиться бригаде Кайла, была установка спектрального экскаватора в пустыне Агна. Но несмотря на тяжелые условия, бригада Кайла трудилась не покладая рук и укладывалась в график. Ведь Кайл знал, как мотивировать своих сотрудников. Ведь у него дома хранился целый загашник с дорогим бухлом, которое так жаждали всосать в себя его рабочие. И когда, наконец, строительство спектрального экскаватора подошло к концу, рабочие стали собираться обратно домой, в Альбион, в предвкушении вкуса обещанного бухла. Но вместо этого им пришлось ощутить вкус смерти. Готовься вкусить и ощутить поцелуи смерти. Ведь на них неожиданно напали валгусы из Легиона Тьмы. Все это время терпеливо выжидавшие в засаде. Все происходило по классическому сценарию. Выстрелы, визги, вопли, кровища, трупы повсюду. Но Кайл у нас был трудоголиком, поэтому он не отвлекся на подобные вещи, потому что доделывал незаконченную работу. И только потом он вкурил, что происходит. Но уже было поздно, ведь к тому моменту все его товарищи уже были мертвы, а в самого Кайла полетели пули. Кайл съежился и зажмурился, ожидая неминуемой смерти. Но этого не случилось. Прямо перед ним возник какой-то барьер, который не пропустил пули, и они просто упали на пол, ударившись об него. Кайл был сообразительным парнем и быстро понял, что произошло. В нем пробудилась Арха. Именно она защитила его. А это значит, он был потомком. Способности Кайла хватило для того, чтобы убежать от Валгусов и добраться до Альбиона. Но вместо того, чтобы пойти к магистрам, Кайл решил никому не рассказывать, что он потомок. Вместо этого он пошел и уволился с работы, пафосно заявив, что он сделал все, что мог. Плюс ко всему он занялся самобичеванием, считая себя абсолютно бесполезным, и временами начал помышлять о суициде. Я негодяй. Я... подлец. Я жалкая, ничтожная личность. Но вдруг неожиданно случилось событие, которое заставило Кайла радикально поменять свое поведение. А дело в том, что оказывается Валгусы захватили тот самый спектральный экскаватор, который Кайл построил вместе со своей бригадой. Вот это неожиданная новость, правда? Интересно, а для чего еще Валгусы могли напасть на строителей только после того, как они закончили всю свою работу? Но, видимо, у Кайла с логикой все плохо, поэтому этой новости было достаточно для того, чтобы в нем вскипела ярость. Он сжал булки, сделал грудак горой и отправился прямиком к магистрам. Признаваться в том, что он потомок. Дабы они прокачали его скил, чтобы он смог пойти и отбить этот экскаватор обратно. Плюсом, Кайл собирался вернуть тела своих павших товарищей обратно в Альбион, чтобы похоронить их по-человечески. Правда, непонятно с чего он решил, что он эти тела там найдет, ведь Валгусы давно могли переработать их на консервы и сожрать. Куки! Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. На самом деле, мне кажется, что он просто хотел бросить бухать. А теперь поговорим о том, каким потомком является Кайл в игре. А Кайл, благодаря своему щиту, является одним из самых трудно убиваемых потомков. При правильной прокачке он становится почти неуязвимым. К примеру, билд, который я использую на своём Кайле, называется Ху, что в переводе означает «Хрен убьёшь». Также при желании Кайла можно превратить в стратегический бомбардировщик. Кстати, корейцы, приделайте к этой обилке какой-нибудь прицел, а то приходится бомбить буквально на по***. Тем не менее, несмотря на свои достоинства, Кайл не пользуется большой популярностью у игроков, которые предпочитают его Аяксу. Но игроки, которые играют Кайлом, мне попадаются гораздо чаще, чем те, кто играют Джейбером, Исиемо или Блэром. Так что своё место среди игроков Кайл точно застолбил. И поскольку Кайл полностью оправдывает свою пригодность для ходьбы на все виды миссии, а также на всех колоссов, плюс ко всему я являюсь фанатом этого потомка, он обязательно получает от меня лайк. Следующим потомком в нашем списке у нас идёт Луна. Луна – безумная артистка. И эта любительница кей-поп-прикидов относится к той редкой категории людей, которые не радуются тому, когда узнают, что они являются потомками. Ты потомок, Луна. Нет, не потомок. Нет? Извиняюсь. Надо уходить. Дело в том, что до того, как Луну записали в потомки, она была самой настоящей мега-поп-звездой. Я богиня дискотеки. Поэтому она никогда и не помышляла о том, чтобы стать солдатом. Но случилось так, что магистры обратили своё внимание на тот факт, что в тех районах, где Луна давала свои концерты, уровень преступности стремительно снижался, а общий тонус и настроение людей увеличивались. Короче говоря, Луна у нас обладала самыми настоящими задатками ДНД-шного Барда. Поэтому магистры решили проверить Луну на факт того, является ли она потомком. Луну стащили со сцены прямо во время очередного концерта и под конвоем доставили в штаб, где догадки магистров подтвердились. Луна действительно являлась потомком. Она при помощи своих песен и музыки могла воздействовать на окружающих. Причём как позитивно, так и негативно. Ну давай, спой! Все начали дружно соображать, каким образом можно было бы применить талант Луны на поле боя. Но после первого же пробного замеса с Валгусами, сопровождавшие Луну потомки стали на неё жаловаться. Главными темами для жалоб стали непредсказуемый характер Луны, её резкие перепады настроения, а также постоянное желание петь и танцевать. Да ты от природы ебанутая! Причём Луна делала это всегда и везде, даже на заседаниях штаба, чем очень сильно выбешивала Нелл и Энза. Замкни свою пасть! Но Альфа упорствовал и наотрез отказывался выгонять Луну. Вместо этого, однажды он просто подозвал Луну к себе и озвучил ей какой-то смутный поток своих мыслей. Главной из которых было то, что таланты Луны обязательно помогут жителям Альбиона. Плюс, благодаря тому, что она теперь служит в отряде потомков, её песни и музыку будут слушать даже Валгусы. Только забыл уточнить, что обычно они это делают против своего желания. «Беспотовая музыка! На самом деле, очень плохая музыка!» Разумеется, сразу после такого неумолимого потока сознания со стороны Альфы, Луна моментально прибалдела и смогла влиться в коллектив. Правда, её поставили работать в пару с Кайлом. «Кайл – Гонатан с пола!» «Нет!» Наверное, потому что среди всех потомков, он самый неразговорчивый и терпеливый. Ведь Луна постоянно пытается привить всем окружающим любовь к Кей-попу. «Скажи, что Кей-поп – это круто!» «Кей-поп – это круто!» «Поцелуй, Кей-поп!» Не зря же она перед всеми своими труселями крутит. А теперь поговорим о Луне как о играбельном потомке. И тут ситуация довольно интересная. Большинство игроков игнорят Луну. И я не могу их винить, потому что управление Луной довольно специфическое. Тем не менее, сразу видно, что Луна обладает большим потенциалом. Вот только этот потенциал не раскрыт, блин, нифига. Складывается впечатление, как будто Луну просто не доделали. Поэтому Луна у меня ассоциируется с одним словом. Мало! В ней всего мало! Корейцы, блин, где нормальная музыка? Вам что, сложно было добавить Луне тему из трейлера? «Кей-поп» Когда вы, наконец, исправите количество воплей, которое она делает, применяя обилки, добавьте Луне аугумент, чтобы она могла летать на своем диске сколько угодно времени. А еще в ультимативной версии Луны вместо пистолета дайте полноценную дабстеп-пушку. Ну или на худой конец Грови Трон. Тем не менее, если не обращать внимания на вот такие подобные шероховатости, в моей коллекции Луна есть. И, разумеется, я на ней играю, а также занимаюсь ее усиленной прокачкой. В надежде на то, что корейцы все-таки доведут этого перспективного потомка до ума. Именно по этой причине Луна получает от меня лайк. А мы переходим к последнему потомку. А завершает этот ролик потомок по имени Энзо. Энзо. Лучший в мире интендант. Расхититель примочек из Дестрендинг и Матрицы. Он же Энзо Сталлоне. Он же, согласно мнению некоторых игроков, обладатель внешности актера Роберта Паттисона. А значит, автоматически Бэтмен и Вампир одновременно. А также носитель топовой гарнитуры, созданный Матжестер Копоррейшн. И прочее, прочее, прочее. Короче, главный мета-человек в игре. А теперь поговорим о том, как Энзо стал потомком. До того, как это произошло, Энзо работал, хотя и сейчас работает, интендантом в армии Альбиона. Который свято верил, что победу на поле боя обеспечивает только точно выверенная логистика. Такого чувака очень в игре Фоксхолл не хватает. Разумеется, со своей работой при таком отношении Энзо справлялся вполне успешно. Но ничто не длится вечно. И вот однажды конвой с боеприпасами, который сопровождал Энзо, угодил прямо в засаду Валгусов. Трагедия состояла в том, что данные боеприпасы предназначались для 44-й гренадёрской бригады, которая к тому моменту попала в окружение. А в этой бригаде служил Джонатан Лепик, который приходился Энзо двоюродным братом. А двоюродный брат это... Это семья. Короче говоря, Валгусы взорвали весь конвой вместе со всеми боеприпасами, которые могли помочь 44-му переломить ход битвы. От увиденного Энзо очень сильно расстроился. И начал плакать, понимая то, что он никак не сможет помочь Лепику. Нельзя отворачиваться от семьи. И вдруг неожиданно прямо перед Энзо стали появляться боеприпасы. Буквально из-под земли. Как выяснилось позже, Энзо оказался потомком. И то, что произошло, было заслугой пробудившейся в нём архи. Он смог отбиться от Валгусов и прорваться к позициям 44-й гренадёрской бригады. Но было уже слишком поздно. Все бойцы 44-й были мертвы. А Лепик, хоть и выжил, потерял руку. Разумеется, во всём, что произошло, Энзо начал винить себя. Он до сих пор этим занимается. Но помимо этого, он вбил себе в голову мысль, что больше никогда не допустит подобной промашки. И впредь солдаты Альбиона будут получать нужное им снабжение, несмотря ни на что. И в этом ему помогут его новые способности. И хотя у этих способностей есть ограничения... Эй, Энзо! Сделай танк! Ты чё, дурак? Ну, хотя бы велик. Они действительно являются ого-го какими. Поэтому, как играбельный персонаж, Энзо попадает в категорию тех потомков, которые должны обязательно быть в вашей коллекции. И дело даже не в том, что он просто обалденный боец поддержки. А в том, что именно Энзо может лучше всех вскрывать хранилище. Странно только, что эту фичу не прикрутили Джейберу, он же у нас вроде бы как бы технарь. Может быть из-за этого Джейбером бы тогда хоть чаще играли. Но, чего нет, того нет. Добавьте к этому тот факт, что Энзо отлично показывает себя на всех видах миссий, а также на всех колоссах. Плюс, если нужно способен восстановить себе щит с помощью навыка, и вы получаете причину, по которой я ставлю Энзо самый здоровенный лайк из тех, которые я вообще только могу поставить. И данный ролик наконец-таки подходит к своему завершению. Равно как и серия роликов, посвященная потомкам. Однако, это совсем не значит, что контент, посвященный потомкам, не будет появляться на этом канале впредь. Ведь если Нексон всерьез планирует развивать свою игру дальше, они непременно будут пополнять ряды уже существующих потомков новыми потомками, о которых я также обязательно буду делать ролики. А на этом месте я с вами прощаюсь, всем удачи и хорошего дня. Продолжение следует...